добрый день дорогие друзья мы продолжаем говорить с вами о крещении в духе святом когда происходит это крещение существует три основные точки зрения и на мой взгляд все три верны во-первых кто-то говорит что крещение в духе святом может произойти до водного крещения кто-то говорит и большая часть христианских конфессий придерживается этой позиции что люди получают крещение в духе святом в момент водного крещения некоторые конфессии некоторые верующие придерживаются мнения что крещение в духе святом происходит после водного крещения сегодня я хотел бы поговорить о первой точке зрения давайте с вами прочитаем один отрывок, это книга Деяний, 10 глава 44 стиха. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, потому что слышали и говорящими, и величающими Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили с Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его побыть у них несколько дней. Обратите внимание, апостол Петр проповедует язычникам, которые не знают даже закона Моисея, может быть, где-то соприкасались, но не знают его. И в тот момент, когда он говорит о Христе, когда он призывает к покаянию, на них сходит Дух Святой, и они получают крещение в Духе. И только после этого апостол Петр говорит о крещении. Более того, крещение в Духе Святом апостол Петр применяет как аргумент для уже верующих людей, что этих язычников, которые далеки от Израиля, можно крестить в воде. Таким образом, тезис о том, что крещение в Духе Святом может происходить до водного крещения, он имеет свое подтверждение в Писании. Вторая точка зрения о том, что человек может получить крещение в Духе Святом в момент водного крещения, также опирается на некоторые места Писания. Я не буду приводить все из них, приведу только лишь 14 стих Евангелия от Матфея. Иоанн же удерживал его, говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. «И крестившись, Иисус точно вышел из воды, и все отвезлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сей глаз небес глаголящий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Пример Иисуса показывает нам, что крещение в Духе Святом, оно вполне возможно в момент водного крещения. И третья версия о крещении в Духе Святом – это крещение после водного крещения. Смотрите, Деяние апостола, 8 глава, 12 стих. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием, и о имени Иисуса Христа, кто крестились и мужчины, и женщины». И речь идет о водном крещении. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, это уже 14 стих, «Услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили на них руки, и они приняли Духа Святого». Здесь мы видим достаточно четко то, что люди, получившие водное крещение, не получили крещение в Духе Святом. Соответственно, эти два важных действия – крещение водою и крещение в Духе – они не всегда совпадают. В одном случае, как в Доме Корнилия, мы видим, что это произошло до водного крещения. В примере с Иисусом мы видим, что это произошло в момент водного крещения. И когда мы видим самарян, то мы видим, что эти люди получили крещение в Духе Святом после водного крещения. Таким образом, любого рода споры между конфессиями, церквями или конкретными людьми о том, когда мы получаем крещение в Духе Святом, они беспочвены. Мы можем получить до водного крещения, но обязательно после рождения свыше, либо в момент водного крещения, либо это может быть особое отдельное переживание после.